У вас есть кухня? А на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, который вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне. Для тех, у кого есть стандартная кухня и нестандартное желание готовить. Привет! С вами я, Максим Творогов, дежурный по кухне телеканала «Еда». По самой обычной кухне я дежурю. Такой же, как и у вас. Холодильник у меня есть, в котором продукты всякие хранятся, замороженные, охлаждённые. Плита есть для того, чтобы жарить, естественно. Вытяжка, чтобы не было дыма на кухне. Полка с крупами разными, греча, чечевица там может быть, ну ещё что-нибудь. Духовка, она для того, чтобы запекать. Полка со специями. Там может быть соль, какие-то пряности. Ну, в общем, маленькие секретики. И прихватил я из магазина ещё немного продуктов. Я взял кукурузную лепёшку, называется тортилья. Я взял помидоры в собственном соку, специи, называется фахито, и немножко молотого кумина. Нет, целого. Можно и молотый. Ну что, судя по названиям, я думаю, вы уже начали догадываться, что сегодня я буду готовить. Вкусное, мужское буррито. Начну готовить. Буррито. Буррито. Кто-то знает уже, это замечательное блюдо, а кто-то нет. Это такая мексиканская, вы знаете, наверное, чтобы всем было понятно, мексиканская шаверма с мясом. Вот такая вот. Придумана она в Мексике и уже популярна на весь мир. Что нужно для буррито? Ну, естественно, вкусная основа, мясная, либо куриная, как сегодня буду делать я. По сути, можно приготовить карне, да, вот чили кон карне, может, знаете, это мясо тушёное с томатами, острым перцем чили. Можно более сделать для первого раза, да, чтобы, говорится, начать познавать мексиканскую кухню. Более такое диетическое сочетание – это курица. Я возьму куриную грудку, вот такую вот я достану, возьму парочку, наверное. Я думаю, мне будет достаточно, и если вдруг кто-то в гости зайдёт, тоже поделюсь. Такого количества будет вполне. Дальше я возьму сельдерей зелёный, я возьму морковь. Что ещё мне может понадобиться? Ну, какая мексиканская кухня без чили перца? Ах, ароматный красный чили перец. Старайтесь выбирать вот такой вот большой, потому что бывают маленькие такие чили перчики, а не такие жгучие, что у вас слёзы пойдут. Поэтому секрет – выбирайте чили побольше. Ну что, и базовый набор овощей. Это лук, обычный репчатый, и чеснок. Обычный, соответственно. Ну и всё это нужно порезать. Для этого я возьму нож. Ну что, для начала очищу всё. Тут ничего затейливого нет. Ну и всё. Соответственно, приготовлю курицу, подготовлю. Разрежу её на вот такие кусочки, смотрите. Да, то есть примерно вот маленькую грудку на три части. Слишком мельчить тут не надо. Я позже покажу. Вы всё поймёте. Ну вот такая большая, да, я разрежу побольше частей. Супер. Сельдерей. Зелёный, свежий, хрустящий, ароматный, но слегка грязный. Поэтому я пойду и помою его в замечательной моей мойке. Зигмунд Эйнштайн. Из инженерного гранита. Из инженерного гранита. В ней можно мыть что угодно. Она не боится ни сколов, ничего, ни царапин. Она глубокая, удобная. Поэтому всем рекомендую. Вот такой сельдерей получился. Смотрите, есть ещё одна фишка. Я вот так разломаю и очищу волокна. Таким образом второй сельдерей, второй стебель. Всё, зачистили. Очищу морковь. Мне понадобится примерно половина моркови. Поэтому, видите, я всю не зачищаю, а зачищаю только лишь половину. Потому что я её уберу потом и могу использовать в дальнейшем. А если почищу всю, то она засохнет и будет не очень вкусная. Половину моркови отрезаю. Половину оставляю. Пойду сполосну тоже. Замечательно. Чистая, ароматная, сочная морковь. Так, овощи нарежу на небольшие части. Такими пятачками. То же самое произойдёт и с сельдереем. Слишком крупно и слишком мелко тоже не следует. Вы всё поймёте. Пока наблюдайте. Чеснок на три части. И подготовлю следующие вещи. Мне понадобится сотейник. Раз. Сотейник. Два. И сковорода. Большая, широкая сковорода. Самую большую, что есть у вас на кухне, ту и поставьте. Возьму масло. Можно брать обычное растительное. Тут достаточно большое количество понадобится. Вы не переживайте. Мы потом от него избавимся. Томаты в собственном соку. Можно взять и обычные спелые томаты. Но не всегда в России сезон. Я бы даже сказал, он очень короткий. Всего три месяца. Когда можно получить свежие спелые томаты. Открою томаты аккуратно ложечкой. И ни в коем случае не пальцами. Потому что не нужны нам травмы на производстве. Аккуратно. Очень можно порезаться вот этой острой гранью. И перемещу сразу себе в посуду для приготовления. Не храните томаты в жестяных банках. Если вы открыли, вообще все, что в жестяных банках. Если вы открыли, то сразу перелейте во что-то, желательно стеклянное. И вот в таком виде храните. Потому что металл имеет свойство окисляться. И томаты очень быстро испортятся. Открываю. Рис и фасоль. Аккуратно, чтобы не рассыпать. Все несу к плите. Так. Рис. Кто еще не знал? Басмати. Заливается холодной водой. Примерно два к одному. То есть, если у вас 100 граммов риса, вы заливаете 200 граммов воды. Если у вас 500, соответственно, 1 литр. Так, фасоль. У меня тоже сухая фасоль, не консервированная. Это очень важно. Сухую фасоль отправляю в сотейник. Мне нужна горячая вода. Я заливаю фасоль. Заливаю фасоль горячей водой, чтобы накрыло сверху на два пальца. Вот тут фасоль, а вот тут вода заканчивается. Это называется на два пальца. Вот, может быть, слышали когда-нибудь в рецептуре. Так. Дальше мне понадобится лук. Я нарежу его кубиком. Очень быстро. И отправлю к фасоли. Фасоль должна вариться с луком. Это мексиканский рецепт. Очень такой оригинальный. Лично мне его мексиками сдавал. И зира. Кумин. Зира или кумин. Два названия есть у этой ароматной специи. Ах, как пахнет. Практически как узбекский плов. Да, но мексиканцы тоже любят эту специю. Буквально щепотку. Она очень яркая, поэтому не стоит забивать вкус. И вторая специя это фахита. Фахита это смесь мексиканских специй. Там тоже есть и кумин, и чеснок сухой, и паприка. Очень такая популярная специя в Мексике. И я курицу, то что нарезал, сейчас вот прямо на доске у себя уже начну подмариновывать. Я добавлю фахита. Достаточно обильное количество. Дальше соль. Посолю. Чуть-чуть добавлю молотого перца. У меня есть в моей полке для бокалей свежий молотый перец. Вот так. Супер. И перемешаю вот таким вот образом, чтобы все специи с доски налипли на вот эту замечательную, ах, уже ароматную даже грудку. Ну что, я чувствую, что разогрелась сковорода. Я возьму с собой, руки у меня большие, мужские, возьму с собой всю курицу. И равномерно в один слой распределю на сковороду. Когда жарите курицу, очень важно понимать, что ее не нужно постоянно крутить на сковороде. Вот вы положили. С одной стороны она обжарилась до хрустящего золотистого цвета. И вот только тогда можно переворачивать. Не нужно ее постоянно с места на место перекладывать, потому что будет вареная у вас курица, а не жареная. Так, дальше. Морковь. Крупными прям кусками я отправляю к курице. Сельдерей. Вот такой вот нарубленный. Туда же. И чеснок. Видите, да, почему крупно? Теперь поняли. Я вам сказал, смотрите, запоминайте. Вот, крупный. Потому что если я его мелко-мелко нарублю, он сразу сгорит и даст неприятный вкус. Чили. Когда готовите, нужно понимать, да, какая вам острота нужна. Либо сильно острая, либо умеренно острая. Мне сейчас сильно острая не нужна. Поэтому вот эту часть, где нет семян, я буду использовать. Нарублю ее достаточно крупными пятачками. Вот так мне понадобится. Примерно половина-половины. Отправляю к курице. Вот она уже жарится, фасоль кипит. Вот. Подготовлю противень. Сюда я буду выкладывать курицу, которая у меня обжарилась. И запекать ее в духовке, которую я заранее включил. Все делайте заранее. Подумайте. Включите чайник, подложите под доску тряпку, включите плиту. Думайте заранее то, что делаете на кухне. Так. Масло. Буквально несколько капель на противень, чтобы не прилипло, не дай бог, курица. Посмотрю. Аккуратно вот так приподниму ее. Да, появился золотистый цвет. Можно ее теперь перемешать. Тут уже есть все специи. Тут уже овощи начали обмениваться ароматами. Вот так. Ух, какая красота. На другую сторону я переворачиваю. До конца жарить на плите курицу мне не надо. Она будет еще запекаться. Вот так вот добавлю на противень. Да. Буквально, чтобы вода покрыла нижнюю часть на полсантиметра. То есть курица будет сверху запекаться. Сверху запекаться. А пар, который поднимается, он же и бульон, потому что соки стекают в этот бульон. Они будут пропитывать ее дополнительно. Вот такая вот хитрость. Смотрите. Да, припускание в духовке. Вот так я выложил курицу и, распределив ее, поставлю в духовку. Пока запекается курица, можно сделать еще одну очень интересную вещь, мексиканскую. Называется пико де гайо. Пико де гайо – это такой базовый томатный соус, который делают мексиканцы. Еще один сельдерей. Вот таким вот образом я снимаю с него часть волокон, грубых сполосну. Вот так разделю на две части. Еще волокна появились, смотрите, видите, они мне не нужны. Положу прямо вот так, смотрите, к томатам. Дальше лук. На четыре части. Довольно крупно. Вот сюда положу. Чили. Еще часть. Я думаю, что, а вот, дорублю, наверное, всю эту треть чили. Так, туда же отправляю. Ну и, по сути, все, ребят, возьму только зелень, да? Возьму только зелень еще. Вот она. И лимон. Вот две такие вещи мне нужны. Единственное, что я отклонился от рецепта мексиканцев, они, конечно, используют лайм. Лайм – это их все. Все, что можно есть, они едят с лаймом. Поэтому, если есть он, берите. Будет самое то. Но, к сожалению, в магазине у меня лаймов не было. Я взял обычный такой вот наш русский практически уже лимон. И кинза. Кинзы мне нужно будет достаточно много. Поэтому я ее посмотрю. Внимательно сейчас, да, чтобы не было никаких вялых листочков. Вот такой букет я, оп, оторву. Промою и замочу в воде. Промывать можно ее просто вот так. Главное, промывать и кинзу хорошо, потому что кинза очень кудрявая, пушистая, как я говорю, кудрявая кинза, да? И на ней остается очень много песка. Потому что кинза растет в песчаной почве. И на ней остаются вот эти песчинки, которые потом хрустят на зубах неприятно. В холодной воде я замочу. Такой тоже маленький секрет. И она будет более бодрая, более стойкая, так сказать, да? Не вот такая вот вяленькая, да, как сейчас. Кинза, она очень быстро вянет. Даже в холодильнике. Поэтому холодная вода, как мы говорим на кухне, может ее реанимировать. Так, убираю. Обратно. Терка. Терка обычная, нержавеющая. Лимон. Обычный. Здесь. Так, и что, приступим. Соус Пико де Гайо. Вот такая вот мясорубка. Обязательно обзаведитесь ей. Поставьте у себя на кухню мясорубку. Можно и нужно, я даже думаю, компания Зигмунд Энштайн. Была бы в Мексике, мне кажется, была бы лидером продаж. А может и есть уже в Мексике. Напомню, если вдруг кто-то пропустил. Это томаты в собственном соку. Спелые, сочные, сладкие. Вася. Так, сельдерей, лук и чили-перец. Базовые ингредиенты. Включаю мясорубку и буду сейчас все через нее быстро-быстро пропускать. Вуаля. Да, все готово. Почему через мясорубку, скажете вы мне, да, доставать ее, собирать, трудов сколько? А вот все очень просто. Томаты. Вот виновники всей моей затеи. Томаты, если вы их будете взбивать блендером, да, или чем-то еще очень активно разбивающим этот продукт, томат потеряет цвет и будет бледным таким некрасивым. А нам нужно, чтобы все было мексиканское и яркое, мучачо. Поэтому обязательно, когда измельчаете томаты, используйте мясорубку. Вот вам такой мой совет и секрет. Ну что, перемешаю соус. Дальше возьму кинзу. Можно брать и нужно брать кинзу с веткой, потому что в ветке у кинзы самый вкусный вкус. Вот такая тавтология. Поэтому кинзу с веточкой не надо тут ничего перебирать, убирать и так далее. Мелко нарубил. Отправляю в соус пико-де-гайо. Дальше сахар и соль. Примерно две части соли и одна часть сахара. Перемешиваем. Ну, соль, потому что вкус добавить. А сахар, чтобы сбалансировать кислотность томатов, он настоится, будет еще вкуснее. А вы знаете что? Я еще добавлю немножко чеснока. Очень хочется, чтобы было прям вот очень вкусно. Очень должно быть. Половинку зубчика возьму. Почищу. Почищу. И раздавлю. Вот таким вот образом измельчаю чеснок. Очень вкусный соус, ребят. На самом деле, вы можете его к любому блюду использовать. И к мясу, и к птиц, и к рыбе, и к чему угодно. Вот такой вот соус. Запомните, название пико-де-гайо. Вот так. Видите? При мудрости. Так, чесночок. По сути, есть такой похожий соус у восточных народов. У жителей Узбекистана, Казахстана. У них очень похожий соус используется. Тоже там лук, чеснок, кинза, томаты. Единственное, что чили-перец не всегда добавляется. А мексиканцы любят... Очень вкусно. Так, добавлю немножко фахиты, чтобы еще усилить вкус. Мексики в моем блюде. Возьму терку и немножко цедры. Смотрите, пошли по кухне натирать цедру. Немножко цедры в пико-де-гайо. И немножко цедры в рис. Вообще, если вы берете лайм, да, и этот получается такой лаймовый рис, это, о-о-о, божественно. Но поверьте, с лимоном, с лимоном тоже очень вкусно получается. Знаете что? Я добавлю еще немножко сока. Отрежу небольшую часть лимона. И буквально несколько капель я добавлю в рис. Вот так. Обязательно его нужно перемешать, чтобы он уже начал напитываться. Ну что, вкуснейший рис готов. Фасоль с кумином готова. Всем привет. Я тоже готова. Рита Маргарита в студии. Да. Телеканала «Еда» дежурная по кухне. У тебя сегодня как хорошо. Рита, Маргарита и Буррито. Рита, Маргарита, Буррито. Ну а кто мог еще прийти на Буррито, кроме меня? Синьорита. Да. Синьорита Маргарита на Буррито. Вот так вот, понимаете, происходит у нас на кухне, по которой дежурю я. Ну вот, в гостях у меня Рита Галичева. И я принесла, кстати, с тобой специи для того, чтобы сделать для тебя сметанный соус к твоему прекрасному Буррито. О май гад. О май гад. Конечно. Потому что Буррито обычно подают с чем? Ну, в классике Буррито подают с гуакамоли. Это такой соус из мятого авокадо тоже с кумином. Так авокадо не было. Авокадо не было, да, так же, как и лайма. Ну, что поделать, мы не в жарких странах живем. Но можно, как говорится, находить выход. И сметаной. Да. Вот я хочу на основе сметаны сделать соус такой пооригинальнее немножко. Ну, просто сметана как-то грустная. Хочется повеселее. И гуакамоли нет. Давай веселье внесем, да? Поэтому вот есть у меня здесь хмель и сунели, чеснок. Я принесла, кстати, вот сушеный чеснок. Ничего себе. И каянский перец, чтобы такую остриночку дать. Мне нужна сметана, как ты понимаешь. Сметана, конечно. Я не стала покупать, я думаю, у тебя есть. Сметанка у меня есть. Смотри, я возьму... Сметанка у меня есть и... Да. Гранулированный чеснок. Да. Потому что не хочу добавлять свежий. Он очень ядреный. Согласен с тобой. Он у меня уже есть в соусе пикадыгайо. Тем более. Поэтому не надо перебарщивать. А потом на свидание пойдем. Чесноком будем. Ах! Ты любишь сильно острое или так? Ты знаешь, я люблю острое. Я путешествовал много в восточных странах и в Китае вот недавно был. Поэтому я полюбил острое, но на самом деле я ее понял. Хорошо, я для тебя еще немножко добавлю. Я пойду. Угу. Принесу курицу. Смотри, какая у меня тут хорошая. Она у меня запеклась. Я чувствую уже аромат. Ты чувствуешь аромат? Конечно, потому что там чили, там сельдерей. О! Там у меня специи интересные. Фахита и так далее. Аромат уже обожатый. Что я сейчас буду делать? Я сейчас буду уже подготавливать. У меня вот тут выстраивается ряд моих мисок, в которых уже готовы ингредиенты. И курица. Я буду делать с ней следующее. Я возьму две вилки. И будешь перекладывать ее в миску. Называется это шреддер. Называется это шреддер. То есть я сейчас вилкой. Это вот такая вот мексиканская технология. Эту курицу буду разделять на такие вот рваные. Я думаю, что эту технологию придумал медведь. Ты знаешь, да. Да. Мне кажется, вот эти миски. Или росомаха, знаешь, из фильма, да. Но суть на самом деле очень простая. Надо курицу вот на такие вот волокна, чтобы они торчали в разные стороны, разобрать. А зачем? То же самое, да. Я спрашивал у мексиканца, а почему еще просто-то не порубить там или что-нибудь еще, да. Он говорит, что когда ты так делаешь, лучше налипает соус. И он лучше пропитывается. А, ну курица такая неровная и цепляет на себя соус. Да, да, да. Она цепляет на себя соус. И в этом есть, как говорится, смысл. То есть в кулинарии вообще все имеет свой смысл. Поэтому их надо знать. Я, допустим, зирую, измельчаю пальцами и делаю это не просто так, не в ступке, а вот в этом тоже я вкладываю душу. Молодец, молодец. Вот такая кулинарная философия у нас с тобой. Так, а где у тебя соль? Соль, пожалуйста. Вот соль, сахар, все, что хотите. А что из них соль? Вот это соль? А вот как, думаешь, я определяю, что из них соль, а что из них сахар? Ну, вряд ли на запах. Конечно, надо попробовать. На кухне все надо пробовать. Попробуй. Это соль. Это соль. Так. И последний кусочек курицы. Ну что? У меня соус готов. Сейчас я попробую, насколько там хорошо каянского перца. А я продолжу замешивать. Смотри, у меня тут соус пико-де-гайо. Пико-де-гайо такой мексиканский соус есть. Наверное, я хочу куда-нибудь переложить этот соус. Или так оставим? Миска красивая у тебя для подачи? Да давай так оставим. Мы сейчас туда кинзы какую-нибудь сверху накидаем. Прекрасно. И будет красиво. Так, дальше. Хочешь кинзы добавить? Серьезно? Кукурузу. Да сверху для украшения положим. Кукуруза, как дань техасским мексиканцам. Перемешиваем. Ты можешь мне помочь, наверное? Да, конечно, да. А я пойду проверю. Почту. Да, конечно, да. Смотри. Лепешечки. Так, у тебя они кукурузные? Абсолютно. Самые кукурузные лепешки, которые я смог найти. Далее я поставлю две сковороды, так как нас двое. Да, мы приготовим два буррито. Ты повторяй за мной. Я сегодня повторюшка. Повторюшка. Не, ну соус-то от тебя. Соус от меня. Ну, не до повторюшка. Да. Ты хочешь... Я так понимаю, что буррито-то сначала надо все завернуть, а потом прогреть. Слушай, а ты все знаешь. Потому что, мне кажется, в прогретую лепешку сложно уже что-либо заворачивать. Абсолютно. Она будет... Да, да, да. Берешь рис. А есть определенная последовательность? Ну, вообще да. Смотри, если я сразу сейчас положу что-нибудь жидкое, например, соус, да, он сразу начнет впитываться в лепешку. Поэтому нужна какая-то подстилка, да? Вот либо гуакамоле, соус из авокадо, либо в моем случае это рис. Держи. Давай, мне тоже нужно. Держи. Вот сейчас вот так я разровняю рис. Вот такая вот подушечка. По центру ты делаешь, да? Да, по центру, но до краев мы не доходим. Как будто мы сейчас будем делать ролл. Смотри, дальше на эту подложечку я положу фасоль. Она у меня варилась с луком и кумином. Они уже растворились, лук и кумин. Я люблю побольше фасоли. Ты вот клади сколько хочешь. Дальше я положу, естественно, курицу с кукурузой. Вот она у меня. Шикардос. То есть главное, я так понимаю, не жадничать, иначе потом это можно все не завернуть. Или можно жадничать. Слушай, а можно я попробую твой соус? Ты хочешь забрать мой соус сюда? Ну что? А ты знаешь, талантливо получилось. Вот видишь, а ты ругался. Каинского перца. Я переживал. Да, каинский перец каинскому перцу розе. Я чуть-чуть этого соуса, он мне очень понравился. Я его вот так вот внутрь добавлю. Ну и мне тогда добавь. Хочешь? Да, и тебе добавлю. Пожалуйста. Дальше заведующий по соусу сегодня. Да, будет еще сочнее. Так. Так, и смотри, если ты хочешь еще чуть-чуть поострее, да, в принципе, он из-за сметаны, да, из-за того, что там сметана, острота у него ушла практически, да, то есть она убавилась. Поэтому, если ты хочешь поострее, вот как я, например, люблю, да, я добавлю вот так, смотри, сверху. Ах, какая красота. Смотри, налетай. Да? И поехали. Сначала мы закрываем с краев, да, чтобы ничего не вываливалось. Вот так прижимаем. Теперь смотри, двумя пальцами, большими, под лепешку подлезаем и накрываем ее сверху. Вот так прижимаем. Если какая-то часть курицы убежала, мы ее внутрь туда, оп, оп. Главное, чтобы плотненько, да, здесь все было на этом этапе. Ага. Вот, и теперь, не стесняясь, подворачиваем ее, подворачиваем, кончики подгибаем, и все. Вот получился такой пирожок. У меня получилось конвертик. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Видишь, то есть, как бы тут уже от опыта зависит. Вот чем больше ты свернешь, да, тем, говорится, у тебя красивее получится. Но ты не переживай. А я не переживаю. Мне кажется, в этом тоже что-то есть. И вот тут любой край можно поджать, и все будет хорошо. Да, смотри, у меня разогрелись уже сковороды. Отправляем туда? Аккуратненько. Я справа, а ты слева. Без масла. Нам нужно сейчас, чтобы лепешка эта подсушилась, и тем самым у нас не будет открываться этот конвертик, и все останется внутри. Давай мы уже пойдем украшать. Да, вот такая у меня аутентичная тарелка есть. Мы сейчас делаем таким вот образом, да. Я возьму кинзу. Я ее сначала замочил в холодной воде. Видишь, и она теперь стала более бодрая. Видишь, она не вялая теперь, а более бодрая, действительно. Она была, вот я показывал вначале нашим зрителям. Она была грустная? Она была такая, да, уставшая слегка, знаешь, как я говорю. Мне кажется, если любого опустить в холодную воду, то человек просто взбодрится. А теперь, смотри, я буду собирать такой вот букетик. А, я думала, ты хочешь красивые листики повыбирать. Смотри, а теперь вот так я оп, оп, палочку высунул, и остался вот такой вот букетик, смотри. А, хитрый ты какой. Ну, так кулинарные навыки. Не просто ж так меня на программу пригласили. Показываю. Смотри, я вот так вот по центру сейчас положу вот этот букетик, то, что у меня получился. Да, и давай мы сделаем, чтобы показать, что этот соус острый, мы сделаем вот такое вот колечко. О-о-о! Ну, это просто уже декор. Чили перчика, да. Есть, это не обязательно. И вот тут вот положим. Ну, все прекрасно. Цветовая гамма значительно... Соблюдена. ...пободрела. Да. Так. О, буррито. Давай, выкладывай ко мне на доску. Упс. Отлично. Я люблю позажарести. Вот, видите, такая вот хрустященькая корочка получилась, да? Маргарита любит понежнее. Вот, ну, в любом случае, я сейчас на две части разделю. Видите, какая получается вкуснятина там прям. Слушай, а все на месте, ничего не разваливается. Все на месте, ничего не разваливается. Видишь, все культурно. Давай мы твою тоже сейчас вот так пополам разрежем, посмотрим. Вот у Маргариты, видите, тоже все культурно получилось. И сейчас я вот таким вот образом... Будем ли мы украшать кем-то? Положу. Да, конечно, давай украсим. Давай сейчас я даже вот так сделаю, типа вот так. Одна твоя, одна моя. И вот так вот еще одна. Сейчас, оп. И как-нибудь здесь вот так, художественно, да? Художественно. Ну, как тебе кажется, что красиво, да? Немножко я возьму кукурузки, да? Чтобы было тоже еще красивее. Смотри, пошли украшать. Чуть-чуть кукурузки вот так вот рассыплю. Ну, здесь уже у кого какая фантазия. Вот и та уже как. Можно. Да, да, да. И ярких пятен того же перца можно так положить. Шикарно. Да и все. Все? Все. Отлично. Поехали пробовать? Поехали. Давай. Ну что, мексиканскую вечеринку открываем? Так, точно. Надо пробовать? Давай, 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 конечно. Нам нужны тарелочки будут, да? Налетай. Да, давай, потому что явно кукурузинка посыпется. Налетай, конечно. Ну, а мексиканцы, понимаешь, я возьму свою, найду, найду свою буритину. Буритину. Ритину-буритину. Ритина-буритина-буриты. Да, 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 да. Смотри, я думаю, что... Я шлепнул вот так вот соусы сверху, смотри. Прекрасно. Давай, я тоже так сделаю. Да. И едим. Ну, я тебе скажу так. Да. Остринки. Оригинальную мексиканскую буритину я не пробовала. Ну, а это классно, потому что здесь шикарно сочетаешь, кстати, рит с фасолью. Вот для меня не самое очевидное сочетание, но очень классно. Вот. Ну, такой вот рецепт, да, он достаточно простой, если знать все нюансы, да, и веселый, забавный. Можно мексиканскую вечеринку устроить, так весело время провести и историй много рассказать. И соус сметаны очень классно. И соус сметаны прям вообще зашел, как говорится. И остался. И остался. Да. Класс. А мы останемся здесь, а вы не уходите. Смотрите телеканал Еда дальше. Соус от Маргариты Ганичевой, ведущая телеканала Еда. И я, Максим Ворогов, дежурный по кухне. Пока. Итак, пока. И. 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 Редактор субтитров А.Семкин